Итак, я в предыдущем видео про работу с мастер-страницами говорила, что чтобы создать данные шаблоны, я сделала дубликат с мастер-страницы А. То есть я выделяю две страницы, захожу сюда и нажимаю вот данный пункт меню. Как видите, он дублирует, но не привязывает к шаблону А, как и здесь. То есть у нас есть вот эта сетка, но если я буду редактировать шаблон А, это никак не отразится ни на другом дубликате, который я сделала с шаблона А. Видите, я вставила новый элемент и он никак не отразился, потому что нет связи. Также я могу создать полностью новый шаблон без дубликата, а вот просто чистый. И давайте посмотрим, как вот к новому чистому применить или его связать с шаблоном А, с этой сеткой и со всем, что находится на шаблоне А. То есть у нас полностью пустой, не дублицированный новый шаблон мастер-страницы. Переходим сюда. Выделяем обязательно две страницы с помощью Shift. Выделяем вот данный пункт и видите, здесь можно выбрать мастер-страницу. Мы набираем букву А. Окей. И вуаля, он привязался к этому шаблону. Давайте посмотрим, как мы сделаем с вариантом Е. Тоже сюда. Выбираем А. Окей. Видите, тоже произошли эти изменения. Давайте уже с этой страницы. И опять А. Вуаля. Теперь, как видите, у каждого шаблона появилась буковка А. Итак, я сделала вот несколько вариантов. Вставила странички. И у нас шаблон Б имеет вот этот голубой кругляшок, который находится на шаблоне А. И, например, я думаю, что он мне здесь не нужен. И хочу его удалить. А мы зажимаем Ctrl-Shift и выделяем объект. И удалить. Вуаля. Если нам захочется восстановить параметры, мы нажимаем вот сюда. Переходим в этот пункт меню и восстанавливаем.